Медицина на селе развивается не так динамично, как хотелось бы. Вот основные причины. Очень серьезный износ материальной части, поликлиники, амбулатории. Конечно, есть и хорошие пункты, это строятся новые ФАПы, но в основном, куда нас возили, это, конечно, то, что находится в крайне таком плачевном состоянии. И второй момент – это кадровая обеспеченность. Если объекты строятся, в 2018 году было сдано 9 новых, кадров не хватает. Особенно узких специалистов. Недобор доходит порой до 50%. Не помогают даже национальные программы. В рамках программы «Зенский доктор» с 2012 по 2018 годы принято 67 врачей. Из них на 1 января 2019 года работает 38. 8 находятся в дородном и долгосрочных отпусках. Уволилось 29 специалистов, 14, отработав 5 лет согласно программе. 15 расстроили договор на досрочном. Аналогичная ситуация во всех районах. В рамках обсуждения предложили сделать акцент на фельдшерах. Результаты обследования можно посылать в город через цифровые каналы. Таким образом, острый вопрос нехватки кадров будет частично решен. Сегодня насытить сельские врачебные участки врачами не получится вызвать, несмотря на те же миллионы, которые в идеале на фельдшерах всегда были впереди. И вот есть такое предложение, мы обсуждали в комитете, может быть, есть даже необходимость норматив средней заработной платы. За три ближайших года приобретут 87 единиц медоборудования на 1 миллиард. Но оснатить всей поликлиники не получится. Необходимость выше в три раза. Решить проблему предлагают мобильными выездными бригадами. Ну и понятно активизировать выездные бригады. Мы говорим АК, там 4 тысячи населения, по-моему. Ну, можно же с УЗИ, с эндоскопом районной больницы регулярно. Если не четыре раза, то два раза в месяц выезжать, осматривать больных, прокалактические осмотры. Помимо вышеперечисленного ФАПы оснатят компьютерами и интернетом. Также в планах создать единую региональную медицинскую информационную систему. Она позволит наблюдаться в ведущих медорганизациях республики дистанционно. В полной мере заработать система должна до 2024 года. Мария Кравцова, Сергей Петров. Новости дня.